Всем приветик! И, наверное, всё-таки пришло время немножко рассказать мне о моей ностальгии. Я уже, наверное, немного как-то затрагивала эту тему, ну, так слегка. Ну, наверное, всё-таки пришло время немножко рассказать побольше. Меня часто спрашивают, как я проходила этот процесс, болезненно или не болезненно. Я, значит, буду вам говорить честно, вот как на духу. Значит, у меня этот процесс проходил очень болезненно, очень болезненно. У меня это проходило вообще 6 лет. Я как-то сказала в одном из своём видео о том, что это у меня проходило 6 лет, и девчонки очень удивились. Говорили там, у кого это 3 года, у кого там чуть-чуть больше. Ну, в общем, могу сказать так, что минимум, 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 это 3 года, я вам обещаю. 3 года, вы знаете, такого вот придирчивости, может быть, сарказма, вот такого вот разглядывания всего. И вы знаете, что интересно? У нас устроен мозг таким образом, что мы помним о своём месте, да, вот о своём там, о чём-то, о прошлом, к примеру. Вот в целом возьмём прошлое. Мы, как правило, помним хорошие моменты. И вот когда мы здесь не встречаем этих хороших моментов в Америке, то мы начинаем жутко негодовать. Ну, я, по крайней мере, я жутко негодовала. То есть мне не нравилось то, мне не нравилось это. Но вы знаете, что меня очень сильно поразило? Это больница. То есть я тут сразу оказалась в больнице, поскольку мне нужно было... Вот я только приехала, мы с мужем жили у меня уже 6 месяцев. И вот я только... Я приехала, и буквально там через сколько там? Через 4 месяца, да, или сколько там это было? Через 4, кажется, или 3 месяца мне уже нужно было ехать рожать. И вот тут я увидела Америку. Вы знаете, я была в космическом корабле, я рожала в космическом корабле. И, наверное, вот эта вот вещь как-то мне немножко сразу вот раскрыла глаза, показала мне уровень. Но моя причина была, моя причина страданий была ещё заключена в том, что я попала в сельскую местность, как Оля там сказала, в пампасы или в прерии. Вот это была я. Я была в пампасах и в прериях где-то почти 2 года. И, конечно, городскому жителю это оказалось просто каким-то nightmar, кошмаром, кошмаром. Хотя это, конечно, комфорт. Ну, это Америка, здесь всё комфортно, здесь всё удобно. Ты идёшь в магазины, там отличное обслуживание. Хотя нам, модницам русским, здесь немножечко не хватает моды. Вот я думаю, что, немножечко говорю, нам очень не хватает моды. И вот меня спрашивают, как вот ты ходишь по магазинам, как вот ты всё не скупаешь там? Потому что, я же называю цены, люди видят, что всё это как-то так доступно. Вот они бы сразу там всё бы скупили и разорились. Да потому что моды нет как таковой. Но вот покупаю что-то, всё-таки как-то порадовать себя. И вот, вы знаете, я здесь вот заразилась очень сильно этим американским жмотством. Вот люди говорят, американцы, мол, страшные жмоты. Американцы консервативные, они такие экономные, консервативные, или они жмоты? Вот они и жмоты, они и экономные одновременно. Вот у некоторых так эта экономия, знаете, развилась так сильно, так она вцепилась им в мозги, что они превратились в жмотов. Вот что происходит сейчас, кстати, со мной. Но мне помогает мой самоанализ. То есть я постоянно себя анализирую. Я вот как наблюдаю людей, мне так интересно наблюдать за людьми, за их поведением, за их взглядами. Вот точно так я наблюдаю за собой постоянно. Я постоянно себя анализирую, и я себе как бы не даю уйти куда-то влево или вправо. Вот как-то так. Вот. Что я могу сказать по поводу моей ностальгии? Что если бы я, ну вот буквально там через, я не знаю, вот как, через год, наверное, вот как у меня появились все документы для того, чтобы можно было путешествовать без всяких препон, вот нужно было мне ехать. Но, меня же понимаете, у меня же была уже малютка на руках. То есть мне было никак. И вот смогла я первый раз поехать только к родным своим на родину. Это через 6 лет. Вот именно этим и вызвано вот это такое вот долгое время моих, моей вот этой вот болезни, тирея, ностальгия. Это то, что я не повидала своих родственников, своих маму, папу в течение 6 лет. Вот это была самая главная причина. Потом, потом еще что могу сказать, что если вы приедете и очень быстро научитесь водить машину, если вы очень быстро заговорите на английском, если вы очень быстро пойдете, найдете работу, да не такую, чтобы вас там вот постоянно кусали, трепали, а такую вот, что можно было немножечко как бы чувствовать себя немножко свободно. И если вы обязательно вот как можно быстрее съездите и повидаете своих родных, вы знаете, вот сделайте вот этот вот мостик, чтобы у вас не было вот в мозгу такого ощущения, что вы вот вырвались, оторвались, уехали куда-то в параллельный мир, и все, и вы пропали, и вы где-то, ну не пропали-пропали, а для них вы пропали, или они в вашем сознании просто куда-то исчезли, испарились. Вот это тяжело перенести. И я считаю, что обязательно-обязательно нужно поехать, вот как только документы позволяют, нужно обязательно поехать повидать маму, папу, или кого там еще, кого вы там оставили. Вот это вам, знаете, будет как самое сильное, самое мощное лекарство. Ну плюс то, что если у вас будет работа, и у вас появятся какие-то деньги, то это, конечно, прелесть, потому что, ну, я не знаю, у кого как, я не в дорогом штате. То есть вот если мы говорим, допустим, о Нью-Йорке и Калифорнии, то, конечно, там у людей мало что остается, после того, как они получают свою зарплату, они платят то, это, пятое, десятое, и у них уже как бы мало остается этих денежек. Но у меня, может, такое, что вот то, что я зарабатывала, это было моими мелкими, как это сказать, моей карманной мелочью. Вот она у меня была такая хорошая. Так что мне моя карманная мелочь очень нравилась, и я думаю, ну ничего себе, у меня никогда в жизни не было столько денег на руках, понимаете? Вот я получаю зарплату, а мне там вот столько вот дают, да, вот на карманные расходы. Конечно, мне это очень-очень нравилось. Но вот так вот о моей, вот так вот о моей ностальгии. Ну, вы знаете, если честно, вот когда люди говорят, что у них ностальгии не было, я не верю. Вот не верю. Я думаю, что она просто у них как-то легко прошла, или она у них очень быстро прошла, или они просто, знаете, вот сейчас вот так вот освоились, уже прижили, знаете, корни пустили, и они сейчас просто не помнят её. А вот я хорошо помню, знаете, вот я помню, потому что она у меня так болезненно протекала. И вот я, наверное, для того и делаю это видео. Я вам сейчас советую. Вот не допускайте вот этой вот болезненности. Едьте сразу, повидайте своих родных, и тогда не будет у вас этой боли. Вы сделаете этот мостик, понимаете, вот между Родиной и вот этой вашей новой страной. И вот пройдёт оно всё как-то, знаете, вот испарится, вот как будто и ничего не было. Есть ли у меня сейчас ностальгия? Нет, абсолютно никакой. Абсолютно никакой ностальгии. Вот, тем более сейчас очень хорошо помогает скайп, то есть можно поговорить, можно увидеть. Вот, ну вот как-то так. Вот я не знаю, насколько я раскрыла эту тему. Девчонки, мальчишки, подписывайтесь на мой канал. Не знаю, мальчишкам, наверное, будет скучно, потому что у меня тут всякие женские штучки. Вот, их, наверное, я раздражаю. Они, может быть, подписались на какие-то мои видео, а теперь думают, боже мой, да что она меня тут своими тряпками мучает? Сколько можно на это смотреть? Бэм, отписался. Вот, ну, периодически я буду что-то такое вот, может быть, сюда выкладывать, что и мальчикам будет интересно. А так вот подписывайтесь на мой канал, ставьте мне, пожалуйста, лайки, пишите свои, пишите свои комментарии, очень интересно их читать. Ну, все, всем пока!